МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотите понимать свой организм и быть здоровым? Но общие рекомендации не работают? Узнайте о своих индивидуальных особенностях вместе с ДНК-тестом MyGenetics. Все просто. В ДНК хранится информация, влияющая на внешность, привычки в питании и успехи в спорте. Мы тщательно изучаем каждый ген и выявляем закономерности. Так мы понимаем, что необходимо именно вам. Генетическое исследование происходит в три шага. Вы отправляете образец ДНК в лабораторию. Мы анализируем полученный материал и создаем для вас персональный генетический отчет. Следуя рекомендациям MyGenetics, вы можете значительно повысить качество жизни, ведь вы узнаете свой реальный источник силы и энергии, список полезных продуктов, врожденные спортивные качества и многое другое. Используйте максимум своих возможностей с MyGenetics. Персональное ДНК-тестирование вашего организма. Один раз и на всю жизнь. Здравствуйте, меня зовут Людмила Селицова. Меня уже представили. Мы с Оксаной Анатольевной Скворцовой. Сегодня вам расскажем клинический кейс. Это мой пациент. Я не знаю, что мы с ним работали давно. Мы начали с ним работать еще в 2016 году. И история наша началась как раз таки с генетического тестирования. То есть он пришел ко мне с запросом на снижение веса. И первое, что мы с ним сделали, это мы сделали ДНК-тест. К сожалению, в сегодняшнем вебинаре не будут представлены ранние результаты его лабораторных тестов, потому что всегда помимо генетических тестов нужно обязательно смотреть анализы крови, мочи и так далее для того, чтобы сопоставлять эти показатели и смотреть, что мы имеем в предрасположенности, а что мы имеем уже реализованным на деле в практике. Но некоторые результаты, которые с 2019 года, я вам презентую. Значит, смотрите, сегодня у нас не только познавательный вебинар, но еще и полезный вам в том плане, что вы можете для себя сделать или для своих пациентов панель MyExpert с очень приличной скидкой. 24 900 стоит эта самая большая у нас панель на сайте, но сегодня по промокоду EXPERT по-русски вы получаете скидку в 5000 рублей, то есть 19 900 она будет для вас стоить. Заходите на сайт, там складываете в корзину столько экспертов, сколько вам нужно, вводите в поле промокод слово EXPERT и, собственно, все. Это такой приятный бонус. Ну что, начинаем. Начинаем мы с вами. Начинаем вот с чего. То есть пациент пришел с весом 116 килограмм при росте 178 сантиметров. Атлетичного телосложения. Ну, в целом, мужчина был. Понятно, что был избыток жировых отложений, но это бывший боксер, он непрофессионально занимался, но тем не менее активно развита мышечная масса. Человек в целом позитивный, но питание, конечно, в корне неправильное, и лабораторные тесты на это подтверждали. И когда мы сделали его генетический тест, что мы увидели? Мы увидели предрасположенность к этому самому избыточному весу. И конкретнее об этих генах я вам сейчас поподробнее и буду рассказывать. То есть у него генетическая склонность к нарушению пищевого поведения. У него склонность к накоплению углеводов в организме. То есть углеводы тратятся медленнее, соответственно, какая-то часть их превращается в жировые отложения. И плюс к этому с избыточной скоростью растет жировая клетка, и процесс усвоения жиров, он в целом нормальный, но чувствительность рецепторная к жирам снижена. Давайте обо всем по порядку. Есть определенные генетические механизмы, которые предрасполагали его а. питаться неправильно, б. набирать от этого вес. И вот о чем речь. Смотрите, здесь на слайде вам дана максимально объемная информация, но все ее мы разбирать не будем. Это будет происходить дальше. По мере того, как вы будете вовлекаться в работу с генетическим тестированием, вам компания презентует, собственно, все эти отчеты, все эти гены, будет рассказывать уже более подробно. А мы пока сегодня говорим о результатах конкретного человека. Итак, ген ФТО, ген, который во всем мире называется геном ожирения. Можете видеть его генотип ТТ и эффект положительный на организм, то есть это нормальный вариант гена. Ген ожирения отвечает за чувство насыщения. То есть чувство насыщения, он же, это же говорит о подавлении аппетита, о том, что голода нет и аппетита уже не осталось, то есть человек полностью сыт. Это ощущение формируется в процессе принятия пищи или сразу после него и как раз управляется геном ФТО. Генотип ТТ говорит о том, что количество энергии, которую человек потребляет из пищи, не увеличено. То есть по идее он не должен переедать. Но он действительно съедает свою порцию пищи, до сих пор это происходит, и он не доедает ничего. Но так бывает только в тот момент, когда он не испытывает сильного голода, потому что когда он садится за стол чрезмерно голодным, вот здесь мы видим полиморфный вариант гена МЦ4Р, меланокортикотропный рецептор четвертого типа, который реагирует на грелин и лептин. Напоминаю, грелин – это гормон голода, лептин – это гормон жировой ткани, который подает голоду стоп, сигнал стоп. И, в общем, это человек, который, находясь в состоянии сильного голода, не может испытать даже аппетита, он не может испытать насыщение сытости. То есть у него, его преследует вот это именно чувство голода, вот это гнетущее, болезненное и очень неприятное. И если он выдержал большой интервал между приемами пищи, или у него была небольшая порция, то есть перекусы, 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 но в целом полноценной еды не получается, и прошел довольно большой период по времени, человек чувствует себя очень голодным. И вот здесь, в состоянии сильного голода, он может есть просто до состояния перерастянутого желудка, до боли в желудке. И он сам говорит, я закрыл глаза и не понял, как в меня там залетела, грубо говоря, палка колбасы или целая рыбина какая-нибудь там копченая. Говорит, я просто почувствовал запах, и все, я был такой голодный, меня было не остановить. То есть иногда человек действительно это не придумывает, иногда он к этому предрасположен генетически. Но вы должны понимать, что генетическая предрасположенность, если мы не говорим про моногенные заболевания, например, как про фенилкетонурию или, допустим, про муковисцидоз, это все корректируется. То есть есть в любом случае вклад факторов окружающей среды, и мы, видя эту предрасположенность, можем подобрать механизм управления поведением гена. Генетика в течение жизни не поменяется. То есть этот человек всегда, когда будет сильно голодным, будет много есть. Но как мы могли и как мы повлияли на это? Ну, прежде всего, это полноценный объем еды, которую он поглощал. То есть это не меньше, чем 300-350 грамм. Ну и там в зависимости от того, что входит в состав, до 500 грамм даже в один прием пищи входило. Адекватные интервалы между приемами пищи. У него, ввиду его занятости, интервалы бывали и 6, и 7 часов. И, конечно, он в это время был очень сильно голодный. Мы сократили интервалы до физиологичных, но при этом, естественно, был метаболический синдром, была инсулинорезистентность. Поэтому не менее 4 часов, но и не больше, скажем, 5. То есть от 4 до 5 часов у него были интервалы. И с его генетикой расходования углеводов и гликогена, в общем, это было абсолютно нормально. К слову, это мужчина. Мужчина, кстати, не сказала его возраст, сказала рост и вес, но не сказала возраст. На тот момент ему был 31 год. То есть это молодой мужчина, молодой мужчина, у которого просто было нарушено пищевое поведение. У таких мужчин с поломкой в этом гении также сложно сдерживается и половое поведение. То есть голод, неважно, пищевой это голод или половой голод, он в любом случае может проявляться тем, что человек долго не может насытиться. И в одном и другом случае. Но сейчас нас интересует исключительно вопрос веса и вопрос его здоровья. Что же касается как раз-таки растраты углеводов. То есть поступая глюкоза в наш организм, откладывается в виде гликогена в печени и мышечной ткани. Из печени тратится в течение нескольких часов, и в норме это должно происходить за 3-4 часа, и в мышцах при физической активности. И вот у него генотип СГ, я напоминаю, по этому гену, это говорит о сниженной скорости расходования гликогена из печени. То есть у него этот процесс замедлен с 3-4 часов где-то примерно до 4-5 часов. Собственно, вот такой интервал мы ему и дали, и он его адекватно совершенно выдержит. Что будет, если такой человек станет есть чаще? Что он, собственно, и делал раньше. То есть у него могли быть перекусы какие-то, в том числе углеводные, какие-то булки и так далее. Что будет происходить? Гликоген полностью до минимальной концентрации не израсходовался. Соответственно, та часть, которая израсходовалась, она пополняется, а остальная часть остается в избытке. Соответственно, что происходит? Происходит перерождение в жиры. Ну и эти жиры уже откладываются про запас. То есть это такой момент. Меньше 4-х часов тоже нет смысла ему выдерживать интервал. Дальше мы посмотрели, как усваиваются животные жиры. Жиры животного происхождения. И влияют ли они на увеличение веса? Нет. При у него генотип GG, он может совершенно спокойно есть продукты животного происхождения в количестве, не превышающем норму. То есть мы не говорим о том, что если человек не поправляется от жиров или от углеводов, то ему можно есть абсолютно все в любых количествах. Абсолютно все, да. Но, тем не менее, трансжиры мы исключаем. И избыток любых жиров мы исключаем тоже. Но при этом это человек, который обожает животные жиры. Он безумно любит сыры. Он любит мясо. Он любит сало. Он любит... Ну, рыба это в меньшей степени. Хотя есть виды, некоторые виды рыбы, которые содержат насыщенные длинноцепочные триглицериды. То есть он эти продукты поглощал и поглощает с большим удовольствием. Главное его ограничить по количеству. Ну, к примеру, сыра можно 60-70 грамм в день, не больше. А он его раньше ел 300 грамм в целом, мог спокойно съедать. Он и сейчас может, но сейчас я его, естественно, в этом ограничила. Почему? Потому что если он начинает переедать, то его жировая клетка начинает неконтролируемо быстро расти. И об этом нам говорит ген ППР-гамма, который в одной из своих, скажем, в одном из своих влияний как раз таки отвечает за скорость роста жировой клетки. У этого пациента генотип ЦГ. То есть это быстрая скорость роста жировой клетки, но управляемая. Здесь разгрузочная диетическая терапия не дает таких хороших результатов, как если бы это было при генотипе ЦЦ. Что ему хорошо подходит? Вот ему и, пожалуй, только людям с таким генотипом идеально подходит интервальное голодание. То есть не разгрузочный день раз в неделю, а регулярное ограничение времени для приема пищи. Можно начинать с 13 часов, хотя мы говорим о том, что интервальное голодание – это минимум 14 часов голода и 10 часов, когда человек может принимать пищу. Но даже 13 часов при условии, что ужин был до 7 часов вечера, мы можем считать интервалом. И, собственно, такой стратегии питания он и придерживается. Правда, я даю ему послабление, то есть он так питается 5 дней в неделю и 2 дня в неделю у него, скажем, какой-то вечерний, более поздний прием пищи. Оставляю на пятницу-субботу, потому что это либо гости, либо какие-то семейные вечера, либо там поход куда-то. И, естественно, человеку было бы некомфортно. Он любит поесть откровенно, но 116 кг они с потолка не берутся. Причем в таком весе он был довольно-таки долго. Наш минимальный результат с ним – это 81 кг. Смотрите, за первый год он скинул вес до 92, то есть со 116 до 92. Не самый лучший результат, но очень хороший. И потом еще 10 кг он скинул в течение еще года-полутора лет. То есть очень аккуратно, не быстро, не экстремально, но комфортно для человека. Вот сейчас он находится в весе 81-82 кг. И я повторюсь, начиналось все с генетики. Но смотрите, помните, я говорила о том, что жиры животного происхождения можно, главное не переедать, иначе жировая клетка будет просто быстро расти. Так вот, у него еще и генотип АА по гену CD36, который отвечает за рецепторную чувствительность к жирам в питании. То есть у него эта чувствительность просто критично низкая. Он не чувствует жиры. Он поэтому может есть и сало, и жирное мясо, и там те же самые сыры, и все что угодно, содержащие животный жир. Он это ест много и с большим удовольствием. Ему пища кажется суховатой за счет вот этой сниженной рецепторной чувствительности к жирам. Ему хочется добавить масло, ему хочется добавить сметаны, ему хочется добавить чего-то, чтобы это не было для него так, ну, по ощущениям, как будто сухо. То есть сухо, невкусно. Дальше я вам буду рассказывать про его пищевые непереносимости. И там есть склонность к непереносимости глютена. У нас был период, когда он выдерживал безглютеновую диету. И вы все наверняка знаете, что хлеб заменяется в этот период на хлебцы, которые крайне сухие. Естественно, масло на них особо не намажешь. Какие-то соусы, ну да, безусловно. Но вот это, наверное, был самый тяжелый период для него, потому что вот так было. То есть с хлебом еще можно что-то, а вот с хлебцами, ну, совершенно никак. Они казались им дико сухими, хотя они, в общем, сухими и являются. Вот такие ограничения в питании помогли добиться тех результатов, о которых я вам сказала. Но, безусловно, на этом генетика не заканчивается. То есть это минимум, который необходимо знать клиницисту для того, чтобы подбирать индивидуальные протоколы питания, но в помощь нам еще и, конечно же, другие гены. В частности, мы смотрим риски сахарного диабета второго типа и риски инсулинорезистентности. Здесь вы можете видеть те же два гена, что я уже вам представляла. Ген PPR-гамма, скорость роста жировой клетки, гены FTO-ген нажирения. Зачем они здесь? Потому что когда человек набирает вес, то эти гены, которые напрямую за риски сахарного диабета не отвечают, начинают вовлекаться и усугубляют риски, заложенные другими генами. В частности, геном TCF7L2, геном GLUT2 и еще одним геном, который я покажу вам чуть позже. За что отвечают эти гены, сейчас по порядку вам расскажу. Ген TCF7L2 – транскрипционный фактор, который отвечает за инсулиновый ответ. Мы все с вами знаем, что как только поступает глюкоза в кровоток, выделяется определенное количество инсулина, и в идеале это соотношение должно быть один к одному. Сколько глюкозы, столько инсулина. Чтобы не было состояния гипергликемии, чтобы не было состояния гипогликемии. Конечно, там все это регулируется и глюкогоном, и самотостатином, это все понятно, но тем не менее. У людей с полиморфизмом в гене TCF7L2 инсулиновый ответ неадекватный. Он может быть меньше по сравнению с количеством поступившей глюкозы, и тогда мы увидим классический сахарный диабет. Второго типа мы увидим гипергликемию, либо он может быть больше, больше, чем нужно. И тогда гипергликемии мы не увидим. Но человек постепенно будет входить в состояние инсулинорезистентности, которая рано или поздно может закончиться инсулинозависимым сахарным диабетом. От чего это зависит? Этот зависит еще и от другого гена. Я позволю себе показать вам его сразу. Посмотрите, вот он, этот ген КЦНГ11. Он кодирует поступление калия в бета-клетке поджелудочной железы. То есть, когда калий входит в бета-клетку, идет продукция инсулина. Когда калий выходит из бета-клетки, ну, соответственно, продукция инсулина не осуществляется. И в зависимости от того, нормально ли происходит этот процесс, будет либо больше, либо меньше количество инсулина. И, возвращаясь к предыдущему гену, мы видим у этого пациента генотип GT по гену ТЦФ7Л2. И мы понимаем, что инсулиновый ответ у него будет неадекватный. Ну, мы увидели инсулинорезистентность. Мы не видели гипергликемии никогда, но мы видели инсулинорезистентность. И этот пациент принимал метформин, принимал около 9 месяцев до нормализации уровня инсулина, до нормализации индексов инсулинорезистентности и гликированного гемоглобина. Естественно, вместе с диетой, которую мы с вами обсудили. Но по диете, я, честно сказать, упомянула не все. То есть я сказала о том, что мы должны соблюдать режим, определенную кратность питания, о том, что животные жиры в нормальных количествах никак не влияют на увеличение веса. Но я не сказала про углеводы. Не до конца сказала. То есть вот эта сниженная скорость расходования гликогена, она еще накладывает определенные вещи в плане употребления углеводов в течение дня. Понятно, что простые сахара мы сократили, потому что риск инсулинорезистентности, потому что риск увеличения веса от того, что углеводы медленнее тратятся. Но главное, мы распределили углеводы в течение дня следующим образом. Утром можно было и простые, и сложные. В обед только сложные и крахмалистые углеводы. Если два приема дневных получалось пищи, то есть завтрак, два обеда и ужин, то, соответственно, до 17-18 часов он мог употреблять сложные крахмалы. А вот после 18, но у него не всегда получалось на самом деле 4 приема пищи, в основном 3, потому что соблюдалось интервальное голодание. А вот после 18 ни крахмалистых уже овощей, ни сложных углеводов других, крупных хлебцей и так далее, ни простых, тем более углеводов, его рационей не было. То есть это не крахмалистые овощи плюс белок. И такого подхода ему надо было придерживаться изначально. То есть как только он убрал углеводы с вечера, ему стало значительно легче. И, конечно же, ему нужно этого подхода придерживаться и дальше. То есть если он начинает есть углеводы, я вам покажу потом анализы, и вы увидите, это человек, который имеет очень нервную занятость такую, он руководитель, он периодически психует, перестает соблюдать все рекомендации, в том числе и по питанию, и по добавкам, начинает употреблять алкоголь. И это сразу видно в анализах, вот прям моментально. Поэтому, да, в основном он его придерживается, но когда нарушает вот этот вот режим и вообще то, как мы с ним обговорили, в плане употребления углеводов и жиров, он начинает быстренько себе вес набирать. Что в этом случае мы делаем? Какую профилактику проводим? Ну, видим инсулинорезистентность. Она же есть не у всех, да, при предрасположенности. Вот у меня такой же вариант гена. У меня нет инсулинорезистентности, к слову. Мы убираем все сахара в жидкой форме. Мы убираем соки, мы убираем смузи, мы убираем алкоголь, сладкие, в том смысле, сладкие, полусладкие какие-то напитки. Мы употребляем фрукты, ягоды только после еды. То есть нельзя продукты с высоким гликемическим и инсулиновым индексом употреблять натощак. То есть продукты с высоким инсулиновым, или его называют инсулиномический индекс, то есть те, что не повышают уровень глюкозы в крови, и повышают уровень инсулина, их тоже натощак принимать нельзя. Ну, для примера, аминокислоты. Вот эти аминокислоты, которые принимают спортсмены и люди, которые влечены физическими тренировками. БЦА, да, три аминокислоты. Казалось бы, все прекрасно. Растет мышечная масса, дополнительный источник белка, но повышается синтез инсулина на 500%. При рисках инсулино-резистентности, при рисках истощения и преждевременной гибели бета-клеток поджелудочной железы, которые продуцируют инсулин, так делать просто нельзя, невозможно, противопоказано. Вот, поэтому употребление, скажем, какого-нибудь творога, где есть и углеводы, и белки, но нет никакой клетчатки, да, или употребление просто мяса без овощей натощак, это тоже не есть хорошо. То есть вот эти нюансы мы с ним тоже обсуждали, и он это все, конечно же, убрал. Но и регулярный контроль, регулярный контроль уровня глюкозы, инсулина в крови, причем не только натощак, но и после нагрузки глюкозы. Это может быть глюкоза толерантный тест, или это может быть плотный углеводный какой-то завтрак, да, и через 2 часа мы смотрим и уровень глюкозы, и уровень инсулина в крови, потому что не всегда индексы повышаются. Инсулин натощак может быть 4-6, то есть он нормальный, но инсулин через 2 часа после еды не снижается, то есть он остается очень высоким, иногда эта цифра переваливает за 100, а спустя 2 часа количество инсулина может быть выше, понятно, что выше 20, от 20 до 40, но в среднем это 100, 120, 140, это уже далеко-далеко не норма. Еще один ген, который отвечает за риски сахарного диабета, ген ГЛЮ-2. Это ген, который отвечает за транспорт глюкозы в клетку и за рецепторную чувствительность к сладкому. У этого пациента генотип СС, то есть у него высокая рецепторная чувствительность и высокая активность транспорта глюкозы из кровотока, собственно, в клетку. Поэтому здесь дополнительных рекомендаций мы не даем, дополнительных к тем, что уже озвучили. Как я уже говорила, я не привела на слайде, но тем не менее, у этого пациента нарушен транспорт калия в бета-клетке, то есть они могут преждевременно погибать. Они могут преждевременно погибать. То есть мало того, что синтез инсулина ускорен, да, мы видели эту инсулинорезистентность, так еще и истощение бета-клеток у него активнее, поэтому мы их, безусловно, должны поберечь. И мы плюсом к инсулину смотрели в первое время цепи птиц, то есть мы смотрели, а не случилось ли чего. Уже с бета-клетками поджелудочной железы цепи птиц не страдал, поэтому в какой-то момент мы перестали его смотреть в крови и остались на тех рекомендациях, которые я озвучила. Ну вот видите, здесь 2019 год. Я просто здесь, в общем, нормальные цифры. Я просто хочу показать вам, как изменяются показатели, когда он нарушает диету. То есть там вот буквально проходит 3-4, ну, 6 месяцев, и это совершенно очевидно становится. Смотрите, август 2019 года, 6,2 инсулин. И потом инсулин у него, ну, при этом нормальная глюкоза. Здесь уже мы видим дальше февраль 2020 года нормальная глюкоза, нормальный гликированный гемоглобин. Июнь 2020 тоже здесь все неплохо. И ноябрь 2020 глюкоза по верхней границе нормы, гликированный гемоглобин 5,3. Казалось бы, не критично, не сахарный диабет еще, понятно, да, но тем не менее, вот он сразу нарушение углеводного обмена. Хотя еще в сентябре все было нормально, да, видите, сентябрь 2020 года глюкоза нормальная, гликированный гемоглобин 5,1. И вот проходит буквально 2 месяца, когда он психанул, бросил все принимать, ел, что хотел, пил алкоголь. И вот, пожалуйста, получите, распишитесь. Мы видим вот такую вот историю. Потом, естественно, я на него наехала за такие дела. И вот все, он сразу взял себя в руки. И, пожалуйста, вот нормализовались его показатели. Потому что я вижу генетику, я знаю, к чему может приводить вот такая погрешность в питании. И он знает, но периодически срывается. Дальше, что еще дает нам генетический тест? То есть помимо, я вам говорила о том, что пациент был с метаболическим синдромом, который включает в себя там помимо ожирения еще инсулинорезистентность, дислепидемию, артериальную гипертензию в некоторых случаях. И все это мы можем предопределить. То есть к нам может прийти абсолютно здоровый человек. К нам могут привести ребенка. Да, без разницы, в каком возрасте сделать генетику, она в течение жизни все равно не поменяется. И в любом абсолютно возрасте мы можем подобрать рекомендации, которые либо помогут справиться с первопричиной, генетической в данном случае, и какого-то неправильного построенного образа жизни, так и предотвратить возможные осложнения и, в принципе, предотвратить появление какого-либо состояния. Но и помогает нам нутритивную коррекцию тоже осуществить. Смотрите, по рискам атеросклероза что мы смотрим? Мы смотрим гена по Е. Многие его знают как ген болезни Альцгеймера. Обратите внимание на генотип, да? Е2, Е3, эффект плюс-минус. Мы смотрим ген, который отвечает за перенос эфиров холестерина с липопротеинов высокой плотности на липопротеины низкой плотности, переводя на простой человеческий язык, превращение хорошего холестерина в холестерин плохой. Я не оговорилась, это так и есть действительно. Это необходимо прежде всего для трофики мозга. Ген, который отвечает за риск гипергомоцистеиномии, потому что высокий уровень гомоцистеина говорит о риске повреждения интимных сосудов, внутренней сосудистой выстилки и формирования там атеросклеротической бляшки, благодаря тому, что может быть избыточное количество и хиломикронов, и липопротеинов очень низкой плотности, и каких-то воспалительных интерлекинов, цитокинов. В общей сложности все это может приводить к формированию бляшки. Ген, который отвечает за превращение предшественников омега-3 и омега-6 жиров, и ген, который отвечает за лизис триглицеридов в кровотоке, за расщепление триглицеридов. Вот, вот обратите внимание, да, здесь генотип гетерозиготный, здесь генотип гетерозиготный, здесь совсем, то есть хороший холестерин быстро очень превращается в плохой холестерин, и ген АПОЕ. Вот о нем скажу чуть поподробнее. Аполипопротеин Е – это, в общем-то, белок, с которым связываются у нас липопротеины, и транспортируются из кровотока, как в печень на утилизацию, на производство жирных кислот в последующем, так и в мозг, да, трофика мозга. Мозг на 80% жир, ничего удивительного. Вот, у этого пациента генотип Е2-Е3. Вот он, Е2-Е3. Таких людей немного, их всего 9%. У него протективный эффект в отношении болезни Альцгеймера. То есть у него защита от болезни Альцгеймера. С одной стороны, это хорошо, прекрасно, но в этот же самый момент у него повышаются риски атеросклероза за счет сниженной скорости транспорта, липопротеинов низкой плотности из кровотока в печень. То есть в мозг транспорт не нарушен, а в печень снижен. И в этом смысле мы имеем риск атеросклероза за счет повышения как раз-таки уровня плохого холестерина в крови. Что будет, если мы будем на постоянной основе или в больших количествах давать омега-3 жиры? Омега-3 жиры способствуют повышению уровня хорошего холестерина, а у него хороший холестерин превращается в плохой. Я напоминаю, не весь, конечно, но большая его часть. Также омега-3 способствует разрушению триглицеридов. Лизис у триглицеридов. Во что будут разрушаться триглицериды? В липопротеине низкой высокой плотности, хиломикрон или протеине очень низкой плотности. А они опять же, то есть и отсюда, и оттуда будут накапливаться в кровотоке. Транспорт их, скорость транспорта их снижена. То есть если мы дадим этому пациенту большое количество омега-3 жиров, мы можем спровоцировать гиперхолестериномию, дислепидемию. Понимаете? То есть тут надо аккуратно, тут надо тетровать. И мы начали прямо с совсем небольшой дозировочки. А в омега-3 он нуждается, причем нуждается на постоянной основе, потому что когда мы видим вот такой генотип по гену ЦТП, когда мы видим, что практически весь хороший холестерин превращается в плохой, это для нас звоночек, да я бы даже сказала звонок в колокола, потому что это повышение, существенное повышение сердечно-сосудистых рисков. Мы на это закрыть глаза просто не имеем права. Мы должны давать омега-3 и должны это делать на постоянной основе. И на питание мы, конечно, надеемся, но тем не менее рецептика здесь не отменяется. Ну и мы пошли опытным путем, естественно. То есть я дала ему маленькую дозировочку, 1 грамм, мы ее повышали до 1,5 грамм, липидный профиль меняется, меняется в худшую сторону. Поэтому он остался на дозировке 1-1,25 грамм в сутки, он при этом прекрасно себя чувствует, у него не снижается сильно липопротеин высокой плотности и не повышается уровень липопротеинов низкой плотности и триглицеридов, что в целом нам и надо. Но когда он бросает, опять же, это делать, когда он нарушает диету, когда он начинает злоупотреблять жирами и углеводами, вот тут, собственно, мы видим то, что мы видим. Я вам сейчас об этом скажу, еще вам покажу. Есть риск, да, действительно, накопления триглицеридов в крови, и особенно сильно это проявляется, когда человек употребляет фруктозу. Фруктоза, в отличие от глюкозы, не утилизируется инсулином, в кровотоке превращается, уходит в печень, там превращается в триглицериды. Ну, собственно, вот причина накопления триглицеридов, да, фруктоза. Один из, одна из причин, один из вариантов развития событий. Таким образом, напоминаю, у пациента генотип Cg, то есть есть риск гипер триглицеридами. Триглицериды хуже расщепляются в кровотоке. Десатераза жирных кислот, то есть предшественник, фермент, который превращает предшественники омега-3 и омега-6, работает активно, поэтому даже растительные какие-то источники типа льняного масла, оливкового масла, семян, чия, они могут служить источником омега-3 для него, но мы понимаем, что это не очень много, то есть это там порядка 10, ну максимум 15% от рекомендованной потребности. Поэтому нутрицептики мы никуда не делим, он принимает свою омегу, просто это не очень высокая дозировочка. Ну и вот посмотрите тоже, просто показываю, конечно липидный профиль был хуже в 16-17 году, мы его исправляли, мы его корректировали, ну вот с 19-го года что мы видим? Мы видим высокий-высокий общий холестерин, тем не менее все равно сохранялся, не очень высокий хороший холестерин, высокий плохой холестерин или протеи низкой плотности, ну и нормальные, относительно нормальные триглицериды, высокий коэффициент атерогенности. Дальше. На фоне приема омега-3 и диеты с ограничением простых сахаров, в частности и сахара, и сладости, и фруктозы, я помню вот этот вот момент, в каком же это было году, то ли в 19-м году, да, это вот смотрите, то есть это у нас август 19-го года, мы увидели вот такую картину, и еще высокий уровень мочевой кислоты, и я забрала у него фрукты, и он до сих пор мне вспоминает, ты забрала у меня летом арбузы, летом осенью, как ты могла? Я говорю, ну как я могла? Ну ты видел свои анализы? Видел. Все, какие могут быть вопросы? Вот смотрите, что происходит буквально, это вот февраль 20-го. 5,5 холестерин. Высоковат, но для стероидогенеза, для профилактики онкорисков. Нормально. Хорошие триглицериды, не сказать, что низкие, да, и потом что? Потом он плюс-минус диету соблюдал, но бросил принимать добавки. Вот мы видим высокий уровень липопротеинов низкой плотности, низкий уровень липопротеинов высокой плотности и высоченный индекс атерогенности. Омега-3,6 индекс мы вот этот вот не смотрели, просто потому что, ну, он омега-3 получает объективно мало, а больше дать нельзя, потому что сразу меняется, сразу меняется все. Ну, и вот сентябрь 2020 года, когда он плюс-минус что-то соблюдает, что-то не соблюдает, то есть там фруктоза проскакивает, потому что он сказал, я в прошлом году не ел арбузы в августе и в сентябре, а в этом году я буду есть арбузы в августе и в сентябре. Вот он поел арбузы. И потом уже январь 2021 года, когда он снова взял себя в руки и по чуть-чуть начал общий холестерин снижаться, и триглицериды начали снижаться, в общем-то, ну, и индекс атерогенности тоже начал снижаться, вернул он снова омега-3. То есть, видите, да, генетика предрасполагает, если бы мы вообще ничего не делали, были бы цифры совсем другие. То есть стоит ему только прекратить, у него сразу раз, и все возвращается на круги своя. Непереносимости пищевые. С лактозой все неплохо. Две всего непереносимости пищевые, генетические, это лактоза и глютен. Все. Все остальное приобретается в течение жизни. Все остальное в целом функционально. Можно списать на микробиоту кишечника. Можно говорить о том, что человек переел там какого-то продукта или аллергия у него. Ну, вот, избыток иммуноглобулина в класса Е. А тут мы смотрим лактозу. Да, гетерозиготы. Ну, не страшно. В целом не страшно. Он молочные продукты особо не ест. Ест творог и сыр. Ну, редко, когда йогурт. Но если уж совсем ему плохо, и он нервничает, мороженое может съесть. Ну, это из ряда вон истории. Поэтому тут я его особенно не ограничивала. Что касается непереносимости глютена. Есть очень много форм скрытой непереносимости. То есть одни и те же гены, они кодируют как развитие целиакии, так и нецелиакийную гиперчувствительность. То есть вот эту самую скрытую пищевую непереносимость. И что мы смотрим? Мы смотрим два полиморфизма из трех. Потому что третий даже если встречается, то в общем разницы нет. Он может быть как у человека с непереносимостью, так и у абсолютно здорового человека. То есть он не имеет какой-то высокой диагностической значимости. Но две точки мы смотрим. Ошеляды Q2,2 и ошеляды Q2,5. Чем они отличаются? Они не взаимоисключают друг друга, а наоборот лишь дополняют только. Ошеляды Q2,2 полиморфизм в этой точке, повышают риски непереносимости глютена в любом его проявлении в полтора раза. И встречаются в популяции в 95% вот собственно той самой непереносимости. Ашеляды Q2,5 повышают риски непереносимости в 6 раз, но встречаются исключительно редко, там в порядке 5% случаев. Здесь мы можем выдохнуть, потому что здесь предрасположенность остается просто предрасположенностью. Что касается проявления непереносимости и какого-то дополнительного обследования, сразу скажу, мы его не проводили, просто потому что у него симптомов непереносимости вообще никаких нет. То есть ни желудочно-кишечных, ни каких-либо иных, нет аутоиммунных заболеваний, нет проблем с кожей, вот от слова совсем, и так далее. То есть даже косвенные какие-то симптомы, у него они отсутствовали. Мы имеем в виду, что есть непереносимость. Почему он соблюдал безглютеновую диету? Почему он соблюдал? Был период, когда он прям строго соблюдал безглютеновую диету. А почему это было, я уже сейчас не вспомню, но это было там коротким сроком, из серии там на 3-4 месяца. Существенного отличия он не почувствовал, но вот эти хлебцы, кстати, они прижились. Ему было невкусно, ему было сухо, но хлеба у него теперь нет в рационе или почти нет. То есть это там редкая история, раз в 1-2-3 месяца, если ему попался вдруг где-то в кафе вкусный хлеб, он может что-то съесть. А так полностью вытеснили хлебцы его. Окей, это я вам сказала. Дальше. Ну как обойтись без нутритивной поддержки? Никак, никак. Смотрим, что у него с метаболизмом витаминов. Вообще, что дает нам генетика? Дает понимание, в какой форме витаминный комплекс или моноформу витамина дать. Потому что все эффекты витаминов, о которых мы с вами знаем прекрасно, что этот витамин отвечает за это, а вот этот за то, это дает конечный метаболит, это дает активная биохимическая формула, которая встраивается в клетку и работает там. Но есть предшественники, ведь есть предшественники, и они должны пройти определенный ряд превращений в организме для того, чтобы превратиться вот в этот конечный метаболит. А что если ферменты не работают? Его нет. Ну, так вот сложилось генетически, что нет фермента. Или количество его настолько низкое, что весь поступающий предшественник в полном объеме фермент не может переработать. Что будет? Что будет? Будет авитаминоз, будет гиповитаминоз, ну, авитаминоз – это редко, будет гиповитаминоз, будет гиповитаминоз, либо полигиповитаминоз. Будут, возможно, даже побочные некоторые явления. В частности, смотрите, бета-каротин монооксигеназа – это фермент, который отвечает за превращение бета-каротина в ретинол. А ретинол для нас крайне важен, потому что из ретинола синтезируется ретиналь, ретиноевая кислота, и именно они отвечают за зрение, именно они отвечают за правильное эмбриональное развитие, особенно в первые две недели, тогда, когда мама даже ни сном, ни духом про свою беременность, да, а именно в это время идет закладка эктоэнтодермы и последующих внутренних органов ребенка, да, витамина именно в форме ретинола, извините, ретинали, ретиноевой кислоты за это отвечают, палочки, колбочки, это все туда. Так вот, бета-каротин монооксигеназа, вы видите, генотип ТТ, и эффект минус-минус говорит о том, что плохо крайний бета-каротин превращается в ретинол. У нас был случай с ним. Я же сладко это запретила, вот, и он подъедал сырую морковку. Мы вместе работали. Я прихожу на работу, я смотрю, а он что-то там, как обычно, работает, жестикулирует. Я смотрю на его ладошки, а они прям вот желтые. Я говорю, что с руками? Он говорит, нормально все с руками. А лето было. То есть человек под загаром в целом, но я понимаю, что ладошки желтые. Я говорю, чего ел? Ничего не ел. Я говорю, морковку ел, морковный сок пил. Да, морковки много ем, морковка сладкая, и, в общем, я таким образом заменяю сахара. Я говорю, ну, понятно. Убираю морковку, дала ему АИВИД, и, собственно, все прошло. То есть вот до такой степени. Я напоминаю о том, что у вас сегодня до 12 часов по московскому времени, вот только сегодня и никогда иначе, есть возможность для себя сделать панель МАИЭксперт с хорошей скидкой по промокоду ЭКСПЕРТ. Поехали дальше. Значит, смотрите, вот она, бета-каротин монооксигеназа. Есть три аллельных варианта, и, соответственно, высокая, средняя и низкая скорость синтеза ретинола. Отсюда и пляшите. Кому-то подойдет бета-каротин даже в поливитаминно-минеральной добавке, а кому-то нужен только ретинол, либо бета-каротин будет работать как антиоксидант, но не как предшественник витамина А. Тут речь идет не столько про метаболизм витамина Д, сколько про его рецепторную чувствительность. Посмотрите, вот ген ВДР, вот его генотип АА и минус-минус эффект, то есть низкая плотность распределения рецептора, низкая рецепторная чувствительность. У таких людей целевые значения в крови выше, то есть мы стремимся к сотне, 100-120, желательно не больше, если мы говорим про метод ИФА. Понятно, что масс-спектрометрия позволяет держать цифры ниже, но здесь приведены результаты как раз-таки ИФА. посмотрите, да, август, до этого мы тоже мониторили, он был еще ниже, человек находился на профилактической для него дозировке 5000 международных единиц в сутки, было время, когда он принимал по 10 тысяч, потому что он был критично низкий. Вот, посмотрите, профилактическая дозировка 5000, август 19-го 60 нанограмм на миллилитр, и февраль 20-го, то есть прошло-то сколько, полгода, получается, да, и вот он вырос на 30 единиц, 94 нанограмма на миллилитр. А потом он это благополучно забросил, забросил, вот через 4 месяца, видите, уже снова снизился до 70 практически, сентябрь резко падает, тот же год, все тот же год, видите, резко падает еще ниже, и опять начинает принимать, вот, смотрите, да, тут принимает нерегулярно, но тем не менее, начал уровень расти, то есть здесь, конечно, можно было бы дать и 10 тысяч, поднять его до сотни, до 120, и потом увести его на профилактическую дозировку в 5000 МЕ. К слову, так всем не обязательно делать, то есть кому-то, может быть, и хватит дозировки в 3000, 4000, а кому-то и 15 тысяч будет мало, и все это зависит и от желчьотделения, безусловно, потому что жирорастворимый витамин и эмульгирование жиров благодаря желчи осуществляется, но и вот за счет рецепторной чувствительности в том числе. Метаболизм витамина В6. Смотрим, насколько активно витамин В6 в активной форме в виде передоксаль-5 фосфата может проникнуть через мембрану клетки. АЛПЛ – это щелочная фосфатаза, ген, который кодирует щелочную фосфатазу трансмембранную, не та, что в кровотоке, а та, что встроена в мембрану клетки. Она дефосфатирует, то есть она отщепляет фосфатный хвост и передоксиногидрохлорид, собственно, пропускает в клетку, а там происходит рефосфатация. Этот процесс генетически не нарушен. Поэтому, когда мы даем пациенту передоксиногидрохлорид, не факт, что он нормально – нормальная скорость входа В6 в клетку. То есть в норме она повышенная. Ну, как в норме? То есть и так, и так норма, но чаще мы видим, что все-таки это повышенная скорость транспорта витамина В6 в клетку, но опять же форма должна быть активной. Вот здесь, поскольку это энергозависимый процесс, я вот при таком генотипе даю сочетание передоксиногидрохлорида и передоксаль5фосфата. Метаболизм витамина В9. РИС, гипергомоцистеин и МИИ, потому что метилен, тетрагидрофалат, редуктазы – это фермент, который отвечает с одной стороны циклометилирования за превращение 5-10 метилен-тетрагидрофалатов в 5-метилтетрагидрофалат, а с другой стороны стоит на стыке превращение гомоцистеина обратно в метионин. Мы видим сниженную активность этого фермента и мы видим гомоцистеин. Видите, да? То есть мы говорим в норме о том, что у мужчины гомоцистеин должен быть 5-8, никаких там 9-10. Мы видели и больше. Но вот, к слову, здесь он за гомоцистеином очень пристально следит всегда и всегда соблюдает рекомендации, всегда принимает витамины группы В в активной форме с короткими интервалами отдыха, потому что гомоцистеин у него растет очень быстро. И 9 эти – это далеко не предел. Мы видели значительно выше. И он, естественно, боится инсультов, потому что гомоцистеин повреждает интиму сосуда. Да, я вам об этом уже говорила, да вы и знаете наверняка. И помимо атеросклеротической, может еще ведь и тромботическая бляшка образоваться, да, и сужение просвета сосуда, что в первом, что во втором варианте, будет приводить к ишемии жизненно важных органов. Вот, поэтому в плане гомоцистеина он прямо молодец. Держит все, но это вот под контролем активных бэшек. Об этом я вам сказала. Метаболизм витамина B12 отвечает генфуд 2, фукозилтрансфераза, кодирует внутренний фактор касла желудка. И вы видите генотип АА и эффект положительный, то есть человеку достаточно получать, потреблять продукты животного происхождения. И если он принимает витамин B12, то это может быть обычный цианокобаламин, который свяжется в желудке с внутренним фактором касла и прекрасно усвоится в подвздошной кишке. И здесь дополнительно их исхищряться, давать метилкобаламин, аденозилкобаламин. Нет потребности. То есть это можно сделать. Но зачем? Если нормально работает этот механизм сам по себе. То есть вот фолиевую кислоту по витамину B12 я не могу человеку дать. Будет гипергомоцистоиномия. Либо могу, но я все равно должна плюсом дать еще метилфалат. А здесь нет. Здесь он может взять и обычный цианокобаламин. Это выйдет для него значительно дешевле. Значительно дешевле. Хотя при генотипе GI и особенно при генотипе GG вы можете видеть таких людей немало. Здесь уже цианокобаламин просто не подойдет. Ну, смысла не будет. Он не усвоится или практически не усвоится. И нужно обязательно дать активную форму. Транспортер витамина С, он, как правило, ни у кого не страдает. То есть это 95% людей, которые не нуждаются в повышенной дотации витамина С. Если не имеют других каких-то факторов типа курения, которые требуют больших доз витамина С, тут 450 мг человек получал курсами вот вместе с поливитаминной добавкой. То есть я смогла подобрать ему поливитаминно-минеральную добавку так, чтобы были учтены все вот эти генетические особенности. И витамина С было там 450 мг. И передоксаль-5-фосфат был вместе с передоксиногидрохлоридом. И был метилфалат. Ну, правда, и метилкабаламин. Ну, ладно. Бог с ним уже. Тут-то не критично. Как бы в любом случае подороже для него. Ну, ничего страшного. Так тоже было можно. Дальше. Что мы смотрим еще в панели MyExpert? Мы смотрим превращение коэнзима КУ-10. Мы вообще смотрим обширную детоксикацию. Там и супероксид дисмутаза, которая разрушает свободные радикалы. И каталаза, которая потом перекись после работы супероксид дисмутаза превращает в воду. И ферменты семейства гултотиок. Гултотиона, гултотион пероксидаза, гултотион трансфераза. То, что я не привожу здесь в вебинаре, это не значит, что этого нет. То есть мы это тоже смотрим. Но просто не было полиморфизмов, поэтому дополнительных рекомендаций никто не давал. А вот хиноноксидоредуктаза это фермент, который отвечает за превращение коэнзима КУ-10 у бихинона в коэнзим КУ-H у бихинол активную форму, которая дальше и работает. Что мы видели? Что мы видели? По-моему, у него нормально все с этим геном. Ему нужен обычный коэнзим КУ-10 курсами для профилактики сердечно-сосудистых рисков. Буквально один раз в год курсом три месяца. Даже дозировка может быть 100 мг. Просто такая вот профилактическая. Хотя чего не скажешь о людях с генотипами полиморфными им нужен именно коэнзим КУ-H то есть у них обычно коэнзим КУ-10 скажем не сработает. Также мы смотрим две точки гена HFEI это ген который отвечает за метаболизм железа и это моногенное заболевание наследственный гемохроматоз первого типа. У пациента не было полиморфизмов поэтому я оставлю с вашего позволения. Риски артериальной гипертензии все тот же метаболический синдром все вокруг да около помните пациент пришел ко мне с ожирением здесь есть эти риски потому что ускорено превращение ренина в ангиотензин 1 ангиотензин 2 вот он пожалуйста АПФ ангиотензин превращающий фермент мы смотрим активность альдостерон синтаза фермента который отвечает за синтез альдостерона мы смотрим снова гипергомоцистоиномия ее риски потому что это тоже может влиять на повышение артериального давления мы смотрим скорость выведения ионов натрия и солезависимые формы артериальной гипертензии и мы смотрим метаболизм кофеина поскольку время нашего вебинара ограничено я должна дать обязательно слово Оксане Николаевне нашему доктору-неврологу я не буду дальше показывать слайды подробно я вам расскажу в целом по этой картинке а что здесь все варианты гена все аллельные вот эти модификации вы обязательно изучите когда станете партнерами компаний вам это обучение будет предоставлено абсолютно бесплатно так вот что мы видим мы видим повышенную скорость превращения ренина в ангиотензин и ангиотензина 1 в ангиотензин 2 влияет ли это на риски повышения артериального давления да но не сильно то есть это ген который не оказывает существенного вклада скажем вот но то что у нас есть нарушенная скорость выведения ионов натрия то есть соль задерживается есть риск соль зависимой формы артериальной гипертезии это да полностью отказываться от соли нельзя сейчас объясню почему но гипосолевой рацион нужен из рациона ушли соленые сыры из рациона ушла практически соленая рыба а из рациона ушли на тот момент соленые маринованные овощи вся остальная пища чуть недосольная посольная но посольная умеренно почему нельзя отказаться от соли полностью в этом случае просто потому что в этом смысле альдостерон синтаза гиперактивна генетически Там, где будет мало натрия, он начнет задерживаться. Там, где будет мало воды, он начнет задерживаться тоже. Что в этот момент будет происходить параллельно, в ту же самую секунду? Из клетки будет выходить калий. То есть мы имеем еще и риск гипокалиемии, правильно же? А это уже сердечно-сосудистые риски. Но с другой стороны, когда складывается по каким-то причинам избыток калия, альдостерон тоже будет регулировать этот момент. То есть там в одну секунду происходит натрий, входит калий, выходит. Если калий вышел, зашел натрий, то есть человек объелся с сухофруктов и получил отечную спастозность. Почему? Калия переел, калий вышел, натрий зашел. Все, вот она вам, пожалуйста, задержка жидкости. Это эссенциальная форма артериальной гипертензии, да? То есть мы две их смотрим. Ну и кофеин, метаболизм кофеина. Тут, я думаю, все понятно. Если метаболизм кофеина замедлен, то соответственно. Но каждая чашка кофе будет повышать артериальное давление на 10-13 единиц. Здесь не замедлен. Видите, генотип, который имеет положительный эффект. Поэтому кофе человек спокойно себе пил. Да, про детоксикацию сказала. Покажу, какие ферменты здесь важны. Это человек, который любит алкоголь, да? И мы смотрим на алкоголь до гидрогеназу. Справляется она или нет? У него справляется. То есть алкоголь в небольших количествах, он безопасен для него. То есть нет риска цирроза, онкологии печени. Но если начинать снимать стресс алкоголем, то, конечно, высокий риск пристраститься при варианте GG. Вот у него именно такой вариант. И да, был момент, когда он выпивал часто. Чуть ли не каждый день. Это было просто вино, бакал вина, чтобы расслабиться, чтобы снять напряжение. И дальше вы поймете, почему об этом Оксана Анатольевна расскажет. Вот она, супероксид дисмутаза, которая синтезирует перекиси, да? И которая нуждается в дополнительной дотации как витаминов с антиоксидантным действием, так и к энзиму Q10, которая обладает супероксид дисмутазной активностью. Глутатион трансфераза. Я сказала, полиморфизма нет. Оговорилась. Полиморфизм есть. Поэтому у него профилактическими курсами был глутатион. Я почему упустила этот момент? Потому что я его давно уже не контролирую. Он делает все сам. Он месяц принимает глутатион, два месяца принимает НАК. Как регулятор сборки глутатиона. Энацетилцистеин. Глутатион трансферазу, глутатион пероксидазу мы смотрим. Тоже фермент. Каталаза. Да, каталаза вот у него активная. То есть перекиси разрушаются активно. Риск преждевременного появления седины или риска таракта у него отсутствует. Также в панели MyExpert представлен ген глюкроновой конъюгации. То есть это превращение билирубина свободного в билирубин связанный. И мы видим что? Мы видим генотип 6ТА, 7ТА. Это, кстати, моногенное заболевание. Болезнь Жильбера. Это моногенное заболевание. Но здесь генотип должен быть 7ТА, 7ТА. Тогда мы ставим диагноз. У него носительство. У него носительство и с билирубином у него все неплохо. Поэтому просто имеем это в виду. У человека есть дети. И, соответственно, он, если вдруг мама тоже будет иметь такой полиморфизм, их дети могут иметь диагноз болезнь Жильбера. Спорт. Также мы смотрим маркеры выносливости, маркеры скорости и силы, и риски гипертрофии миокарда, и вытяжение сердца в высоту, то есть появление вертикальной оси сердца. Кратко. Вот исходя из его результатов, что мы видим? Чем человек занимался? Ничем. То есть когда-то у него был бокс, когда-то у него была такая активность, а потом он забросил, собственно, это все, и не ходил в спортзал, и вообще ничего не делал, не ходил в бассейн, там не тренировался. Вообще от слова совсем. Постепенно в его жизнь вернулись тренировки. А нет, обманываю. Он занимался волейболом, но это была игра из серии раз в две недели. То есть они встречались там с ребятами, играли в волейбол, и все. И все. Здесь мы определяем структуру мышечного волокна. У него преобладают быстрые мышечные волокна, соответственно, ему подходят нагрузки на силу и скорость. Но мы видим повышенный пульс в покое, поэтому эти тренировки должны быть продолжительностью не более часа, и желательно держать интервал пульса 115-125 ударов в минуту. Ну, максимум 135, чтобы не уходить в кардиозону. Почему это опасно? Чем это чревато? Появление вертикальной оси сердца. А это уже клапанная регургитация и так далее, и так далее. Никакой глобальной проблемы не будет, но может появиться повышенная утомляемость, снижение работоспособности. И что мы еще смотрим? Мы смотрим скорость прироста мышечной массы. АЦЕ, ангиотензин, превращающий фермент, он отвечает не только за поддержание нормального артериального давления, но еще и за скорость прироста мышечной массы. Она у него средняя, поэтому риск гипертрофии миокарда, он в целом невысокий у него. И гликоген из мышечной массы расходуется не так быстро. И для снижения веса ему подходят тренировки либо на голодный желудок утром, либо во второй половине дня с 4 до 8 часов вечера, дальше безуглеводный ужин, соответственно, продолжительностью час, интенсивность средняя, чтобы держать нормальный пульс, который не улетает в кардиозону. И это нагрузки на силу и скорость. Вот. Определились. То есть что он стал делать? Или интервальные тренировки, они тоже здесь подходят. Он стал ходить. Для начала он стал ходить. Именно интервальным способом. То есть разгоняется до 30 секунд, там до быстрого шага, не до бега, но до быстрого шага. Потом снижает темп, снижает темп, восстанавливает пульс. В течение 4-5 минут он идет абсолютно спокойно, нормально. Вот такие тренировки. Потом он начал снова заниматься не боксом, но ходить каким-то вот таким вот видом увлекаться. Потом он начал дома отжиматься, подтягиваться и так далее, и так далее. И сейчас это человек, который, в общем, спокойно какую-то нагрузку для себя соблюдает. Так, эти гены мы обсудили. Подробно уже просто не показываю, не хочу тратить время. И для снижения веса. Будет ли физическая активность ему полезна для снижения веса? Смотрим вот сюда. Прежде всего на этот ген. Бета-адренорецептор третьего типа кодирует рецепторную чувствительность к адреналину жировой клетки. Вот если эта рецепторная чувствительность есть, жировая клетка будет, условно в кавычках, худеть от спорта. Если рецепторная чувствительность снижена, человек убьется у вас в спортзале, но эффекта не получит. Есть такие люди, у которых быстро растет мышечная масса, но крайне неохотно уменьшается жировая прослойка. Они приходят в спортзал, они соблюдают диету, они соблюдают все рекомендации, но они увеличиваются. И они говорят, как так? Я поправляюсь от спорта. Да нет, ты не поправляешься от спорта. У тебя растет мышечная масса, просто жировая никак не реагирует на это. Но у него, благо, генотип ТТ и эффект положительный, поэтому здесь все нормально. Тут спорт просто помогает ему хорошо. Также, кратко, мы смотрим свойства соединительной ткани, состояние коллагеновых и эластиновых волокон. Зачем нам это знать? Казалось бы, мужчина к косметологу не ходит. Какой коллаген? Ну, смотрите, коллаген – это кости, зубы, волосы, кожа. Эластин – это сосуды. Это не только кожа, не только растяжки, не только розация купероз, слабость микрососудистого вот этого звена, слабость стенки, но еще и слабость стенки крупных сосудов. То есть это риск чего? Варикоза, риск варикозной болезни. Поэтому эти моменты тоже необходимо учитывать и принимать, в случае чего, коллаген дополнительно. Вот смотрите, он собирается у него неправильно. К слову, если среди вас есть врачи-косметологи, берите, пожалуйста, на вооружение, потому что далеко не все косметологические процедуры можно делать. Скажем, агрессивные аппаратные методики в этом случае делать нельзя. Так вот, эффект плюс-минус, то есть мы понимаем, что коллаген нужно получать дополнительно. Мало того, что он собирается неправильно, так он еще и разрушается с повышенной скоростью, ну, тут однозначно. Эластин тоже слабенький белок. Эластин нужно поддерживать рутином, витамином С, следить за состоянием сосудов, да, в случае чего там микрокапиллярную какую-то сетку прижигать, ну, а вообще эластопротекторы. И мы смотрим небольшой раздел буквально эндокринологии, смотрим рецепторную чувствительность к андрогенам и активность 5-альфа-редуктазы, которая превращает тестостерон в дегидротестостерон, куда более активный вид, да, мужских половых гормонов. А тот андрогенный рецептор у него высокочувствительный. Высокочувствительный. Это о чем? О том, что да, он может быть очень мужественный, он может быть инициативный, у него не будет проблем с либидо, с эрекцией, да, и все дела. Но у него есть риск андрогенной аллопеции, что, в общем-то, началось, наверное, ну, года 2 назад. То есть у него стали появляться такие залысинки уже. Хотя это и генетика, но в том числе это высокая рецепторная чувствительность к тестостерону и особенно к дегидротестостерону. Общий тестостерон мы у него поглядывали всегда. И вот видите, здесь он был прямо хороший. Вот 19-й год очень энергичный у него год. И там он рекомендации соблюдал и физически занимался. Посмотрите, здесь не было андрогеля, здесь не было никакого экзогенного тестостерона. Это его результат просто вот на таком образе жизни. Потом он, естественно, стал грешить. Видите, как за год просто у него снизился уровень тестостерона, но пока остается нормальный. Посмотрите, сентябрь 2020 года, когда он совсем на все забил, забросил. Посмотрите, тут совсем низкие цифры, да. Ну и нормальный дегидротестостерон. Хотя опять альфа-редуктаза, забегая вперед, сразу говорю, она у него низкоактивная. И по идее у него много дегидротестостерона быть не должно. Но посмотрите, как в январе тестостерон, да, тоже все еще остается низкий. У него, кстати, в этот период не было спорта. И сейчас его нет. Ну, ничего, я его еще подприжму. И какой высокий ДГТ? Какой высокий ДГТ? То есть там у человека был период, когда не было спорта. И, ну, видимо, были какие-то проблемы, я только так предполагаю, были проблемы в плане личной жизни. Вот, поэтому вот так. Хотя опять альфа-редуктаза, она у него, повторюсь, с минимальной активностью. Вот. С одной стороны, это неплохо, если бы уровень дегидротестостерона не был таким высоким. Да. То есть андрогенный рецептор все-таки, повторюсь, высокоочувствительный, поэтому риски андрогенной лапеции, безусловно, да, они присутствуют. Ну, и в панель «Моэксперт» входит еще полностью нейрогенетика, то есть серотониновая, дофаминовая, норадреналиновая система. Это позволяет нам оценить психотип человека, а главное – помочь ему с стресс-адаптацией. Напомню, это руководитель, и у него очень высокий уровень стресса, и он на него реагирует еще так. То есть может там не столько уровень стресса, сколько он сам на него реагирует. И вот тут полностью передаю слово следующему спикеру. Оксана Анатольевна, пожалуйста, вам слово. Доброго дня. Сейчас мы тогда начнем говорить о серотониновой системе. Надо сказать, что пациента этого я не вела, но человека я хорошо знаю, и проблемы мы обсуждали, пока он занимался весом. Смотрите, первая – серотониновая система. Здесь мы поговорим о трех генах. Нужно вначале только понимать, что такое серотонин. Перевод с английского – это счастье. Это аминокислота, а трептофан превращается в 5-гидрокситрептофан и превращается в серотонин. Почему чуть-чуть подробнее? Потому что чаще неврологией, ну, редко кто углубляется, занимается, чтобы были общие понятия. Отвечает за социальное поведение, за эмоции, отвечает за сон, бодрствование, активность секса, терморегуляцию, активацию скелетной мускулатуры, настроение, боли и агрессию. И вот здесь есть маленькая особенность. Смотрите, у нас серотонин скапливается только в определенных клетках головного мозга, в ядрах шва и в эпифизе. В эпифизе – это пусковой механизм по сну и активация гамка. А потенциируются из этих клеток во все отделы головного мозга, но больше всего в фронтальную кору и гиппокампы. Это будет отвечать за долговременную память и процессы обучения. И в эпифизе – это будет отвечать за эмоции, поведение, виды памяти. И мы понимаем, что серотонин стимулирует ингибирование стрессового ответа. Также отвечает за болевую чувствительность. Вместе с гамком блокируют слабые сенсорные потоки. То есть дополнительные шумы, которые у нас формируются при работе головного мозга. И тормозит центры отрицательных эмоций. И вот любые дефицитарии, которые возникают по серотонину в головном мозге, приводят к развитию данной симптоматики и депрессивных состояний. Давайте сразу же посмотрим, какой у нас здесь генотип. Потому что ниже этого не будет. Первый ген 5HTR1A, то есть фактически ген, который кодирует рецептор, проводящий серотонин в нервную систему, у нас полностью мутирован. То есть получается здесь первичный блок, самый первый. Потом обратный захват серотонина у нас имеет гетерозиготное, то есть одна половинка мутированная, и МАОА, то есть это ген, который кодирует моноамину-оксидазу А, это разрушение серотонина, он у нас имеет полную норму. Теперь перейдем дальше. Но перейдем не вот так, а вот так. Первый ген, который у нас отвечает за проведение серотонина в нервную систему, за счет того, что кодирует рецептор серотонина первого типа, отвечает за такие процессы, как эмоциональная и поведенческая регуляция, является основным геном стресса. Помните, мы говорили, то есть Людмила говорила о том, что человек достаточно сильно стрессует, и на самом деле он стрессует на разные ситуации, самые банальные, хотя является руководителем и в принципе давно руководителем, то есть все процессы налажены, но вот этот внутренний процесс переживания у него очень высокий. Также этот ген у нас отвечает за процессы развития депрессии, расстройства настроения, агрессия, импульсивенность, неврозности, но в то же время мы можем его стимулировать. Здесь мы говорили, что у него вариант полной мутации, то есть очень низкая плотность, и поэтому все эти процессы могут быть нарушены. И мы можем говорить о том, что мы здесь немножко можем простимулировать. Стимулировать мы можем действием витамина D, но как Людмила нам рассказала, там есть полная мутация, и витамин D у него достаточно плохо усваивается, но все равно над этим процессом нужно работать. Следующий ген, вернемся сюда, у нас ген обратного захвата серотонина, и он у нас отвечает за эмоциональную и поведенческую регуляцию. терминаль, и тем самым отработать заново. И вот у нас здесь гетерозигота, то есть это говорит о том, что плотность рецепторов немножко снижена, и по этому же гену мы говорим о скорости или эффективности приема антидепрессантов, и в силе развития депрессивных состояний при стрессе. Ну вот у нашего пациента здесь эти все проявления как бы в принципе присутствуют. Кроме того, мы должны понимать, что ген 5-HTT также участвует в биологических процессах, как развитие памяти, развитие циркадных ритмов, социальное поведение и две циркуляции серотонина, о которой я уже сказала. Следующий ген, который мы рассмотрим, это ген МАОА. Это ген кодирует метахондриальный фигмент, участвующий в процессах окисления и дезаминирования моноаминов, у таких как серотонин, норадреналин и дефламин. И мы говорили, что у него вариант полной нормы. Это говорит о хорошей плотности рецепции и умеренной уровне деградации серотонина. Умеренный уровень – это такой средний, нормальный, и к чему это приводит в клинической картине. Такие люди у нас чаще всего сконцентрированные, энергичные, уверенные в себе, трудолюбивые, целеустремленные. Но при определенных моментах повышение жизненных факторов риска, стрессов, какой-то загнанности, многозадачности, тогда, когда человек залазит на сон, то есть сокращает время сна, пытаясь побольше успеть, тем самым еще больше повышает свои перепады настроения, тревожные состояния. У него возникают сложности в засыпании, могут возникать головные боли и раздражительности. А мы помним, и вот здесь очень важно сочетать вот эти гены с генами, которые рассматривала Людмила из «Эксперта». И мы вспоминаем, что у нас есть фактор риска по сердечно-сосудистым заболеваниям и накоплению гомоцистеина. Да, у нас ген СТП нарушен, и все это вместе, и липидный профиль нарушен, и все это вместе для невролога может дать возможность рассуждать о профилактических методиках уже после 30 лет, если вот это все скапливается, то есть детерминация гена вскапливается. Ну и в сумме, что мы видим? В клинической картине у этого пациента мы видим все проявления, которые у него в генотипе, то есть ни плюс, ни минус, хотя мы понимаем, что это не всегда бывает так. Есть люди, у которых не 100% проявляется генетика, но именно в проявлениях нервной системы, и какие же методики по профилактике увеличения или контроля серотонина. Здесь все очень, как бы, в принципе, несложно, если это соблюдать. Во-первых, это употребление в пищу продуктов, богатых предшественниками серотонина. Это различные виды сыров, орехов, арахис, миндаль, кишью, это бобовые культуры, посоли, чечевица, соевые бобы, ну и это, конечно же, белое мясо, курица, кролик, индейка. Это значительное ограничение потребления сладкого, здесь большое значение имеет именно употребление сладкого на голодный желудок после большого перерыва в еде. Также мы увеличиваем, значительно увеличиваем концентрацию воздействия яркого солнечного света, и мы вводим такие рекомендации, как яркий свет на рабочем месте, как мы говорим, вообще в комнате и, в частности, на рабочем столе. Кроме того, мы вводим сюда стимуляцию различными зрительными анализаторами, то есть посещение разных мероприятий. Кроме того, мы разговариваем с человеком о том, что нужно ограничивать влияние гаджетов в вечернее время, то есть так называемого синего экрана. И мы говорим о том, что один из самых мощных стимуляторов стеротонина – это у нас физические нагрузки. Здесь идет сочетание кардионагрузок, интегральных нагрузок и силовых нагрузок тоже. Следующая система, которую мы рассматриваем, – это дофаминовая система. И здесь нужно понимать, что такое дофаминовая система. Это аминокислота фенилаланин превращается в тирозин, превращается в льдовую дофамин. Отвечает за мотивацию, удовлетворенность, влюбленность, афарию, поиск удовольствий, половое пищевое поведение, ожидание, предвкушение, вознаграждение, регуляцию тонкой моторной координации. Ну, в принципе, это все, что делает нас целеустремленными – это ставить задачи и достигать их. И это все действия, которые основаны, то есть дают организму сохранить свою жизнь. То есть поесть, половое поведение, сохранение комфорта вокруг организма. Ну и вот система, которую мы рассмотрим, первый ген ДРД-2. У нас здесь норма представлена, ДАТ-1 у нас здесь представлена норма. И комфорта у нас здесь эффект хоть положительный, но это полная мутация. И непосредственно теперь рассмотрим каждый из генов. Первый ген ДРД-2 – это передача сигнала по дофамин-эргическим связям. И он является тормозным рецептором. И он относится к один из пяти видов дофаминовых рецепторов. Он ингибирует аденилатциклазу. Ну, кто занимается неврологией, то есть понимает его действия. Больше всего количество его накапливается в полосатом теле и в черной субстанции. Ну, также в гипоталямусе. Отвечается за такие действия, как развитие депрессии, нейротизм, отчасти шизофрения, удовлетворенность. И влияет на алкогольную зависимость, уровень образования, математические способности в ракурсе как логического мышления, так и формирование именно аналитического мышления, глубокого математического мышления. Также влияет на склонность к потреблению никотина, показатели развития страха и хронатизма. Это биологические ритмы, когда человек, ну, вот сюда относятся там жаворонизм, савинизм. И там некоторые ученые пытаются четыре типа предоставить нам хронатизма. Ну, вот эти биологические моменты. У нашего пациента, у него GG, нормальная плотность рецепторов. Это говорит о том, что у него, в принципе, механизм работает хорошо. И нет факторов риска возникновения развития зависимости. И нет факторов риска развития недостаточности вознаграждения. То есть здесь, в принципе, хорошо. Хорошо. Следующий ген – это ген DAT1, который кодирует рецептор обратного захвата дофамина. И ген очень важный, потому что он у нас сохраняет дофамин и имеет большое значение в развитии такой патологии, как гиперреактивность. Нам это важно, когда мы смотрим детишек, и не только детишек, чувствительность к наркопрепаратам, склонность к перееданию, алкогольные зависимости и расстройство аутического спектра. Мы уже говорили о том, что у нашего пациента вариант CC, то есть полная норма. И это говорит о том, что обратный захват дофамина у него происходит очень хорошо. И получается следующий момент. Смотрите, сразу же уходит в нервную систему достаточное количество дофамина через рецепторную систему. Обратный захват работает очень хорошо. И третий ген – катехоламино-трансфераза. Это процесс метилирования моноаминов. В конечном итоге за счет метилирования происходит денактивация дофамина, норадреналина и адреналина и конечное разрушение. И вот COMT у нас отвечает за очень многие процессы, болевую чувствительность, чувствительность к стрессу, исполнительные функции, решительность, когнитивные функции. Чуть-чуть в плане развития направления по шизофрении, уровень гомоцистеина, тромбозы и зависимости от наркопрепаратов. И здесь у нас вариант АА – полной мутации. Это получается то, что COMT работает по типу блокировки выхода и разрушения. И такие люди имеют определенные показатели своего внешнего поведения. Такие люди обладают большим энтузиазизмом. Они альтруисты, они веселые, добрые, щедрые, энергичные. У них, в принципе, хорошая концентрация внимания и внимания. Но есть очень быстрая возбудимость во всех смыслах у нашего пациента. Однозначно это прослеживается. У таких пациентов есть проблемы со сном. А теперь давайте вспомним еще серотониновую систему, которой совершенно недостаточно. И он реагирует совершенно активно на любой стресс. И у пациента говорит о том, что у него есть постоянное нарушение сна, если он нервничает. Если мысли пришли, большое количество переживаний и мысли пришли перед сном, он вообще не может уснуть и может до 5 утра переживать эти мысли. Потом ложится спать и не может встать. Он чувствует себя совершенно разбитым. Дальше. Такие люди обладают ярко выраженным трудоголизмом. У них большая раздражительность. Но раздражительность еще поддерживается тем, что у них идут такие перепады в биоритмах за счет нарушения сна, за счет траты большого количества энергии на вот этот стресс у нашего пациента. И в описании мутированного комта, низкий порог болевой чувствительности. То есть он очень хорошо чувствует боль. И здесь тоже с этими, то есть если мы видим такую генетику, вот, например, у маленьких детей, да, то есть мы можем заранее подстраховать стоматолога какие-то оперативные вмешательства. То есть лучше анестезировать. Например, подготовить женщину к родам, да, то есть не пускай, то есть предполагая, что будет очень сильное воздействие на болевой основе, то есть больше обезболить, психологически подготовить это для медика имеет большое значение. У таких пациентов хорошая либидо. Не знаю, как у нашего пациента, но, наверное, все хорошо. Сильная реакция на кофеин, шоколад и зеленый чай. Так, какие моменты скорректировки и подпитывания дофамина? Это, во-первых, значительно увеличить потребление продуктов, богатого и предшественниками дофамина. Это соевый инсолят, яичный белок, спирулина, арахис чечевица, повышение белка в пище, возможно, потребление аминокислот Эльдофа, но только с разрешением специалиста. Однозначно это аэробные физические нагрузки с применением интегрального компонента. И это, конечно же, регуляция питания всего организма. Но нужно сказать, что у нашего пациента дофамина очень много, поэтому ему больше нужно, скажем, прокачивать хонд для того, чтобы активизировать эти процессы, для того, чтобы не было еще большего залипания на каких-то процессах и переживания, стрессах. То есть вот этот путь для него будет наиболее верным. Следующая система у нас норадреналиновая. И мы должны понимать, что норадреналин – это наша активность. И здесь первый ген, который мы рассматриваем, это АДРА2А. Играет ключевую роль в эмоциональных и поведенческих регуляциях в момент стресса. И рассмотрим, какой у нас здесь генотип. В гене АДРА2А у нас идет полная мутация. НЕТ – гетерозигота, то есть норма мутации. И код у нас полностью мутирован. И что у нас здесь получается. Первое. То есть вот в норме у данного рецептора должна быть маленькая плотность распространения, то есть плотность рецепторов должна быть низкая. Тогда очень адекватная реакция идет человека на восприятие стресса. То есть норадреналина поступает именно столько, сколько нужно для того, чтобы активизировать головной мозг, но не переутомить его. При полной мутации у нас плотность рецептора вырастает в 4 раза. И получается, что в момент стресса норадреналина в нервную систему приходит слишком много, и происходит процесс временной переактивации и залипания. То есть такие люди сами говорят, и наш пациент тоже говорит о том, что в момент стресса он как бы теряется, не может быстро среагировать, но мысли потом возвращаются и хочется оппонировать стрессу. Но тем не менее в момент стресса человек адекватно среагировать не может. И чаще всего у людей с такой генетикой в момент стресса бывают две ответные реакции. Это или истерика, или ступор, в зависимости, как генетика другая предрасполагает. Такие люди не должны водить быстро машину, и мы должны об этом говорить, что не должно быть быстро каких-то процессов, связанных с молниеносной реакцией. Но с течением жизни они сами к этому приходят и более спокойно относятся к каким-то быстрым моментам. То есть вот такой человек, смотрите, допустим, он работает на производстве с быстро движущимися деталями. То есть вот здесь фактор риска возникает, но если внимательность будет максимальная, хотя долго контролировать внимательность невозможно, будет переутомление. Вот здесь и факторы по работе, подбору работы тоже здесь большое имеет значение. Второй ген у нас, ой, это я про нет говорила, извиняюсь, мы говорили про вот этот ген. Да, вот про эту мутацию. Второй ген нет обратного захвата норадреналина. Здесь он связан с сохранением норадреналина и также играет большую роль в развитии исполнительной функции, регуляции когнитивных функций, мотивации и интеллекта. У нашего пациента нет гетерозигота и говорит о том, что эти процессы могут наполовину быть нарушены. Но на самом деле сочетание, смотрите, этот ген мы сочетаем еще с дефамином, потому что исполнительные функции и там. Сам человек говорит о том, что, и мы знаем, что он очень исполнительный, другое дело, что он долго очень берется за какое-то дело. То есть откладывает, откладывает, но потом, а потом вот если взялся, то уже доведет до конца и будет сидеть три дня и четыре ночи, пока не сделает все это в идеальном варианте. И третий ген, который мы рассматриваем, это КОНТ сюда же, и мы понимаем, что он у нас полностью мутирован, и значит он недостаточно активно производит разрушение норадреналина, норадреналина, утилизацию норадреналина. И это говорит о том, что в среднем у нас достаточно хорошая активность норадреналиновой системы, хоть перевозбуждение в моменты стресса, но все-таки общая активность в течение суток очень хорошая. Для нас это когда важно? Когда мы рассматриваем людей и подбираем им физическую нагрузку, когда человек говорит о третьей, четвертой работе и спрашивает, справлюсь ли я вот с таким объемом, мы тоже можем это просчитать, и мы можем рекомендовать более ранние методики физического подкрепления. То есть мы знаем, что если человек более тренированный, он потянет большую нагрузку в течение жизни. Кроме того, когда мы будем говорить о гене АДРА2А, то есть влиянии на стресс, мы можем просчитать моменты, как человек будет реагировать на стресс, и тоже может ли он эту должность занимать или не может, или какие-то профилактические меры нам нужно вводить. Кроме того, в фоноадреналиновой системе, если ее будет недостаточно, и человек обращается к нам с тем, что у него в общем не хватает сил, то есть мы тоже можем рассчитать, насколько ему нужно подкреплять свой организм. И вот здесь вступают в наши рекомендации по профилактике. Это комплекс поливитаминов, обязательно группа В, это обязательно адаптогены, которые тонизируют организм. Это возможный прием аминокислотных добавок, эльфетерозина и эльфетинилоланина, но только после рекомендации специалиста. И обязательно мы исключаем такие методики, как переутомление, занятие статическими какими-то видами, длительное сидение, отсутствие какого-то спорта, то есть мы нормализуем им день, обязательно вводим умеренные физические нагрузки. И следующий раздел, который мы должны рассмотреть, это фактор риска по снижению когнитивных способностей с возрастом. И здесь мы разбираем два гена, это АПОЕ, Людмила шикарно рассказала про этот ген, рассказала по фактору риска по накоплению 3 глицеридов, и минимальном, но все-таки же риске нарушения липидного питания головного мозга. И это очень хорошо мы можем профилактировать. И второй ген это БДНФ, это один из самых изученных генов нейропластичности, он кодирует белок, который участвует в процессе развития нейронов, способствует выживанию и дифференцировке нейронов по периферической и центральной нервной системе. И участвует во всех процессах нейропластичности, имеет ключевую роль в развитии процессов обучения, долговременной памяти, кратковременной памяти, и его мутация может нам подсказать, как, если это маленький ребенок, простимулировать человека, а если это более взрослый, какие сделать профилактические методики. У нашего пациента здесь с памятью все хорошо, и с исполнительными функциями тоже все хорошо, с когнитивными функциями все прекрасно. Поэтому мы ему можем дать только общие рекомендации по режиму дня и сохранению своей нейропластичности. Мы все понимаем, что если мы себя не стимулируем, то постепенно все функции угасают. Я, в принципе, хотела бы закончить объяснение. Спасибо большое, Оксана Анатольевна. Да, когда вы рассказывали про серотонин, вы упомянули о том, что, да, у него снижена скорость обратного захвата серотонина из синаптического пространства, и на этой основе работают некоторые антидепрессанты. Ну, в частности, есть группа селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. И, кстати, и вторая группа – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, и у него скорость обратного захвата норадреналина тоже снижена. Сейчас поясню, к чему я это веду. Он, в общем, себя в стрессе и со своими тремя работами довел себя просто до морального истощения и задумался о приеме антидепрессантов. Ну, естественно, мы вернулись к генетике. Я ему сказала о том, что СИОС ему нельзя, потому что в целом у него и так снижена скорость обратного захвата серотонина. А вот препарат, который повоздействовал бы на рецепторную чувствительность к серотонину, ему бы подошел. И он сейчас принимает в маленькой концентрации брентеликс. Как раз тот препарат, который, да, он, в общем, ухитрился, посоветовался со специалистами, принимает в маленькой-маленькой концентрации брентеликс. Что изменилось? Изменилось, в общем, ну, он говорит, я стал меньше раздражаться. А до этого, поскольку я не назначаю, я врач-диетолог, да, у меня нет такой компетенции, я не назначаю антидепрессанты, я ему порекомендовала принимать гамма-аминомасляную кислоту. Понятно, почему, да, то есть как нейротормозящий медиатор, серотонина не хватает, что-то должно тормозить мозг этого человека, тем более норадреналин, если уж выделился и снижена скорость обратного захвата, он будет в этом возбужденном вот таком нервном состоянии находиться долго-долго. Так вот, я ему посоветовала гамма-аминомасляную кислоту принимать на ночь, в тезировке 500 миллиграмм. Он принимал. Очень интересный был эффект. То есть в целом он стал более веселый. Вот я не знаю, как это по-другому объяснить. То есть у него, он говорил о том, что да нет, уровень стресса у меня остался прежним, но просто в общении он стал больше шутить, больше смеяться. У него какой-то более позитивный взгляд появился на мир, но сам он объективно оценивал это как неудовлетворительный эффект. То есть ему хотелось именно снизить уровень раздражения. Сейчас он говорит о том, что, ну, наверное, да, немножко какой-то эффект на брентелексе я испытываю. Но он самовольно отменил габу. Вот если бы их оставить вдвоем, мне кажется, эффект был бы еще лучше. Вот такой у нас есть пациент. Ну, это мой пациент, но Оксана Анатольевна его тоже консультировала, в частности, именно вот по нейрогенетике. Если и вам интересно работать с генетическим тестированием и не только с панелью «Эксперт», у компании «Майдженетикс» есть и другие панели, стоматологам будет полезна и интересна панель «Майсмайлз» по здоровью зубов, генетическим рискам и рискам осложнений от имплантации и так далее. Есть панель «Майфиминити» о женском здоровье. Есть панель «Маймунити», которая отвечает за состояние иммунитета и, в частности, тропность организма коронавирусной инфекции. Есть отдельная панель «Веллнес», которая говорит только о питании, модификации образа жизни для нормализации веса, для его снижения, поддержания. Есть панель «Бьюти», которая будет интересна врачам-косметологам. Ну, то есть выбор-то есть. Просто мы представили панель «Майэксперт» как самую широкую во всей линейке, которая дает много информации, которая нужна человеку напрямую, чтобы справиться с какой-то ситуацией. Так и она дает понимание, что нужно еще сделать для того, чтобы дальше он не испытывал никаких проблем. Поэтому вы можете видеть здесь контакты компаний, если вы хотите заключить партнерский договор, пройти обучение, работать с генетическими панелями. Велком, пожалуйста, звоните. Ну, и я напоминаю о том, что сегодня до 12 часов ночи по московскому времени по промокоду «Эксперт» для себя, для членов своей семьи, для кого-то из своих пациентов. Вы можете заказать панель «Майэксперт» со скидкой 5000 рублей. И мы готовы отвечать на ваши вопросы. Два вопроса вы уже отправили, и я на них сейчас отвечу, потому что они касаются моей части презентации. Смотрите, по поводу личных консультаций, просьба писать в Инстаграм. А по поводу генетического, можно ли поставить генетическое заболевание по генетическому паспорту. Если речь идет о моногенном заболевании, например, вот в панели «Майэксперт» два таких гена и два заболевания. Это наследственный гемохроматоз первого типа и болезнь Жильбера. Вот если здесь есть полиморфный вариант, то тогда мы можем поставить моногенное заболевание. Ну и, конечно, около тысячи моногенных заболеваний у нас сейчас обнаружено. Как правило, в средней популяции они не тестируются, потому что редко встречаются. И возраст жизни таких пациентов, он иногда не очень велик. То есть часто бывает так, что в детском возрасте такие люди погибают, и жизнь их короткая и мучительная. Так вот скажу грубо, но тем не менее. Во всех остальных случаях это мультифакториальные заболевания, где генетика занимает какую-то роль. И мы поставить, допустим, диагноз сахарного диабета на основании генетического тестирования второго типа, если мы говорим про сахарный диабет второго типа, мы не можем поставить диагноз. Но мы можем говорить о предрасположенности, то есть определенных рисках. Будет ли инсулиновый ответ не на сахар, а на заменитель, например, стевия? ДНК это показывает? ДНК это не исследует. Но смотрите как. Инсулиновый ответ, может быть, и будет, но есть сахарозаменители, ну не на все. То есть стевия и эритрол, например, у них нулевой гликемический инсулиновый индекс. Как будут другие сахарозаменители работать, зависит от того, что это будет за сахарозаменитель. Ну в частности, смотрите, сукралоза, стевия и эритрол, это сукралоза просто не натуральный сахарозаменитель, синтетический, но тем не менее безопасно. Вот они имеют нулевой гликемический инсулиновый индекс, поэтому их смело можно использовать в качестве заменителя сахара. Давайте еще вопросы. Давайте еще вопросы. Самое время. Я вот специально. Да, Людмила Андреевна, что-то у нас нет вопросов. Когда нет вопросов, варианта два. Либо все очень супер понятно и прям вот совсем все хорошо, либо настолько информация новая, что пока непонятно, что спросить. Я думаю, да, да, наверное, скорее всего. Ну вот я думаю, что и наша аудитория сегодня разделилась на два лагеря, потому что, как правило, по опыту могу сказать, что именно так и бывает. Но, по крайней мере, я надеюсь, что у вас появился интерес к этому исследованию, потому что сейчас все прогрессивные доктора абсолютно точно используют генетику в своей практике, и вы точно сможете изучить это, и это под силу. Я сама обучаю врачей, поверьте, за месяц люди все это изучают и спокойно дальше применяют в своей клинической практике. Спасибо большое, Людмила Андреевна. Спасибо, Оксана Анатольевна. Все очень хвалят, очень интересная и полезная информация. Я думаю, что действительно новая. А вот спрашивают, распространяется ли предложение на членов семьи? Конечно. Вы можете положить в корзину неограниченное количество тестов MyExpert, хоть 5, хоть 10, и просто, когда пойдете уже в оплату, укажите промокод по-русски с большой буквы EXPERT. Да, спасибо. Другая панель нашей лаборатории, вы можете сделать апгрейд. То есть вы можете доделать те гены, которых не хватает в той панели, и это будет и дешевле, и выгоднее вам. Интересно. Да, и может быть, даже если вы делали относительно недавно, даже генетический материал остался в лаборатории, может быть, вам доз давать его и не надо будет. Ну, в общем, вот контакт. Да, контакт. Свяжитесь. Можно ли получить дополнительное разъяснение по проведенному уже тестированию? Тестированию. А, да. Если это тестирование выполнено в лаборатории MyGenetics, то, как правило, если это не совсем маленькая усеченная панелька, консультация специалиста лаборатории должна была быть предоставлена автоматически. Если по каким-то причинам этого не произошло, пожалуйста, свяжитесь с персональным менеджером. Если у вас нет таких контактов, то вот они на экране, то есть вы можете по общему многоканальному позвонить, уточнить ответ на свой вопрос, и, конечно, мы поможем вам разобраться. Да, еще у нас тут комментарий. Какая цена теста для участников семинара? Я так понимаю, вот 19 900? 19 900 сегодня до 12 часов ночи по Москве. Завтра она будет стандартная 24 900. Да, ну, надо всем успеть, я так понимаю. Ну, кто хочет, да. Кто хочет, это выгодное предложение, согласна. Да, спасибо большое. Скажите еще что-нибудь, Людмила Андреевна. Обязательно скажу. Я поблагодарю Оксану Анатольевну за то, что мы вместе провели сегодняшний вебинар. Я с удовольствием поблагодарю всех тех, кто потратил это время с пользой для себя прежде всего, потому что вложение времени, денег и всего остального в себя, это, мне кажется, лучшая инвестиция. Спасибо, что вы были с нами, доверили нам рассказать вам эту информацию. Надеюсь, будем на связи и на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Всем успехов, удачи и до свидания. Хотите понимать свой организм и быть здоровым, но общие рекомендации не работают? Узнайте о своих индивидуальных особенностях вместе с ДНК-тестом MyGenetics. Все просто. В ДНК хранится информация, влияющая на внешность, привычки в питании и успехи в спорте. Мы тщательно изучаем каждый ген и выявляем закономерности. Так мы понимаем, что необходимо именно вам. Генетическое исследование происходит в три шага. Вы отправляете образец ДНК в лабораторию. Мы анализируем полученный материал и создаем для вас персональный генетический отчет. Следуя рекомендациям MyGenetics, вы можете значительно повысить качество жизни, ведь вы узнаете свой реальный источник силы и энергии, список полезных продуктов, врожденные спортивные качества и многое другое. Используйте максимум своих возможностей с MyGenetics – персональное ДНК-тестирование вашего организма один раз и на всю жизнь.